друзья здравствуйте давайте сегодня поговорим по поводу 5 основных проблем в ресторанном бизнесе первое это местоположение это где находится ваше помещение удобно ли вам добраться второе это ваша концепция понятна ли ваша концепция вашему покупателю и ваши гости понимают ли есть ли вашем ресторане то что ради чего нужно ходить третье ваши цены подходит ли для данного района четвертое это качество ваших блюд соответствует ли они цена-качество как бы вашего меню пятое это обслуживание если вы проверили все эти показатели хорошие значит надо делать рекламу зачастую очень многие рестораны делают таким образом что у них там плохое качество блюд и обслуживание да они начинают рекламировать ситуативная реклама начинает как бы работать люди один раз пришли попробовали ушли и больше не ходят соответственно этот ресторан подлежит ребрендингу потому что привлечь в этот ресторан снова новых людей это стоит намного дороже чем полностью переделать ресторан и исправить концепцию и делать перезапуск второе когда в минусе ресторан это тот момент когда у вас вроде бы выручки есть но для зарабатывания такое количество выручек вы используете такое количество ресурсов я имею ввиду людей аренда помещения себестоимость сырья все расходы 13 других расходов ресторанном бизнесе что они полностью съедает весь ваш прибыль при вот таком формате работы вам необходимо будет обратить внимание на ваши расходы вы думаете невозможно сократить расходы я очень часто сталкиваюсь это все в рынке это все так и должно быть возможно неправильная система работы или неправильный бизнес модель поэтому вам кажется что невозможно сократить расходы может быть так что ваше помещение не может заработать больше выручек и надо адаптироваться этой выручки если вы уже на концепцию деньги потратили у вашей концепции нету столько на рынке покупателей которые бы вам бы хотелось поэтому очень важно понимать что когда вы открываете ресторан ваш бизнес модель должен быть рассчитан на ваши размеры помещения на количество сотрудников на наценку блюд которую вы хотите сделать вашем меню вторая проблема в ресторанном бизнесе чаще всего это качество блюд часто так бывает что ресторатор у кого у него есть какой-то друг шеф-повар или какой-то знакомый шеф-повар он его берет и весь цикл производства блюд связано этом шеф-поваре если уходит шеф-повар все ресторан конец это ребята не бизнес бизнес не должен быть никогда связан никаким человеком не управляющим не шеф-поваром неважно если даже 50 процентов ваших персонала вы поменяйте бизнес должен продолжать работать должна работать система и по стандартам по которым вы заранее утвердили должно готовиться все салаты и все горячие блюда все супы и так далее что это вам дает допустим вы взяли стандартизировали все ваши блюда и все есть технологический процесс в один раз записали на видео как оно должно происходить технологические карты которые просто на листе а4 это прошлый век на сегодняшний день все технологические карты процесс приготовления блюд должно быть записано на видео это вам развязывают руки как владельцу ресторана вы не должны строить ресторан который завязан не дай бог не на шеф-поваре не на управляющим тогда с этим можно работать чаще всего когда вы заказываете блюда очень долго вам несут тут может быть проблема с несколькими направлениями первое направление это отсутствие заготовок для работы когда повара приходит на работу они могут не делать заготовки не подготовить свое рабочее место и это когда во время обеда или во время ужина или большого потока населения очень сильно 45 раз снижает скорость отдачи блюд поэтому должны быть у вас стеклисты когда они приходят на работу какие заготовки должны делать и сколько килограмм какой именно заготовки должно быть в холодильниках это первая ступень почему блюда отдаются очень долго вторая ступень это процесс приготовления того или иного блюда если вы во время создания блюда не подумали по поводу скорости отдачи что будет при наплыве гостей и как это блюдо отдаваться и не расписали алгоритм ваше блюдо будет очень долго отдаваться третья причина почему блюдо долго отдаются это расположение вашей кухни также как вторая проблема когда вы друга своего просите чтобы вам делали расстановку оборудования чаще всего шеф-повара делаю как удобно как они сами привыкли им вообще не важно что это эргономика правильно или неправильно насколько она будет на скорости отдачи это влечет за собой дополнительных поваров и это соответственно когда вы нанимаете дополнительные повара это дополнительные ежемесячные затраты на фонд оплаты труда и поэтому тут нужен обязательно профессионал потому что если вы будете по словам шеф-повара делать кухню вы сто процентов сделаете неправильно а потом уже после открытия ресторана с этим вы столкнетесь а потом за переделки уходит еще больше денег следующая проблема это проблема с персоналом все начинают говорить о том что не хватает людей у нас в городе нет людей все какие-то тупые не квалифицированные и так далее так далее почему-то люди которые открывают ресторан убеждены что они должен кто-то подготовить всех ключевых сотрудников до от официанта до повара что они были профессионалами я вас умоляю даже в мегаполисе возникают с этими вопросами несмотря на те города которые находятся в регионе поэтому открывая ресторан надеюсь на то что кто-то когда-то для вас подготовить персонал это довольно таки дилетантный взгляд на ресторанный бизнес если вы открываете ресторан вы не должны рассчитывать вообще никому тем более и чару или вообще городу где есть у вас люди любом случае у вас должны быть материалы стандарты сервиса вашего заведения если даже официант или повар он профессионал каком-то отеле или в другом бизнесе это не говорит о том что человек приходя в ваш ресторан а попадя новые условия будет также работать потому что просто он там прибыл этой системе нет человеческое существо он когда работает в системе если вот убрать какой-то ключевой элемент он уже перестает работать образно этот повар хорошо работал в отеле потому что у них были контрольные точки и этого человека постоянно проверяли вы просто берете этого повара и вы даже не подозреваете что там были контрольные точки за этим же сотрудником и убираете эти контрольные точки человек который был эффективным в отеле о вашем ресторане или в другом ресторане он был эффективным вашем ресторану он через там два-три месяца вообще стал каким-то лотером и ужасно начал готовить и вообще очень медленно начал готовить почему потому что когда выбирали этого повара вы забыли вот эти контрольные точки что он должен делать у вас нету системы управления поэтому хантить сотрудника из другой компании это конечно прекрасно но если вы хотите надо хантить не только сотрудника но и систему управления этим сотрудником потому что один без другого работать не будет поэтому пятая проблема исходит от 4 проблемы плохой сервис в ресторане почему у вас в ресторане могут плохо обслуживать потому что у вас отсутствует напрочь система обучения система обучения не выглядит что вы просто пришли раздали все методичные материалы и сказали научитесь и расскажите или вы просто ходите делаете замечание типа ты должен это сделать ты должен хорошо обслуживать ты должен так делать и пытайтесь ручном режиме каждом индивидуально настроить вашу систему управления или систему обслуживания в ресторане так она не работает очень важная информация система обучения персонала это бесконечный процесс вы должны обучать каждый день и обучение самое лучшее это через ролевые игры утром приходите на работу через ролевые игры начинаете обучать официантов и других сотрудников да это может быть уборщицы это может быть и также как бы повара чтобы они подготовились к работе если вы в неделю один раз проводите обучение или в месяц один раз проводите обучение не удивляйтесь почему они очередной раз не выполняют то что вы им сказали не забывайте что у вас работают люди они роботы написать алгоритм или какую-то программу просто отправить и там теперь работай так людьми не пойдет а людьми необходимо проводить обучение постоянно но постоянно вызывать каких-то тренеров обучающих рестораторов они будут вам золотые они просто вашу экономику загонят долги поэтому обучать должны администраторы управляющие ваши сотрудники также есть куча вообще бесплатного обучения от ваших поставщиков это может быть поставщики продуктов это может поставщику кофе сиропов алкоголя и так далее так далее за это вы не платите поэтому вы строите график каким необходимо образом проводить обучение да там или понятно что перед открытием ресторана вы должны прогонять ролевые игры по вашим стандартам сервиса а потом уже кроме этого необходимо в течение недели поставить мастер-классы от ваших поставщиков подчеркиваю которого за которую вы просто не платите просто надо договориться чтобы они приехали и провели обучение ваши сотрудники они уже понимают что в этом вашем ресторане они обучают получают новую квалификацию чему-то новому учиться постоянно что-то новое добавляется и это их мотивирует все лучше и лучше и лучше и лучше работать это очень важно и напоследок не забудьте создать вашем ресторане хорошую атмосферу для развития сотрудников и не забывайте вашем ресторане ваши сотрудники должны чувствовать намного счастливее чем они дома человеческая душа всегда стремится туда где он счастлив и чаще всего к счастью или к сожалению большинство людей которые работают в ресторане получается так что в ресторане им лучше поэтому всегда они держатся за свою работу и пытаются идти по карьерной лестнице и приобретать новые знания а ваша задача как ресторатора обеспечить развитие сотрудников и счастливую обстановку в ресторане с вами был обед иксо не забудьте про того чтобы надо подписаться и поставить колокольчик до новых встреч